здравствуйте друзья мои сегодня будет последнее видео в этом году крайнее видео я решила все таки открыть аромат который у меня очень долго пролежал чуть меньше месяца я планировала его открыть на день рождения но так случилось что у меня были другие ароматы я оставляла на последнее на вкусненькое самое ну и в общем то это мой подарочек вроде как к дню рождения был но получается что это вот на новый год только я его открою будет ли он моим ароматом новогодней ночи скорее всего нет а может быть и да я даже еще не думала скорее всего об этом я вам расскажу уже в других и видео потому что вы знаете к чему потянется рука то я на себя и на нанесу набрызгаю как как вы говорите кстати говоря так ну давайте сейчас откроем аромат парфадвент в общем-то закругляемся один день вместо парфадвента я вам показывала бюджетную подборку ароматов и надеюсь вам было интересно так аромат откроем у меня вот такой ароматик стоял у меня очень давно с распаковочки еще да вы наверняка видели это джульет хэсэган липстик февер этот аромат был мной выбран осознанно приобретению это не слепая покупка во первых сам аромат сам бренд джульет хэсэган мне очень интересен я сейчас заказала пробнички вместо бокса я взяла себе отдельно пробники которые меня заинтересовали я наверное возьму еще парочку каких-нибудь ароматов и сниму подборку потому что из тех которых я я почему-то только три заказала ну и мне хочется там еще кое-что не все я брать не буду не вижу смысла некоторыми даже по пирамидке не очень интересно не мое направление а этот аромат я уже говорила и не раз кто смотрит меня постоянно этот аромат сначала он мне попался в арома боксе в принципе я так сейчас ознакомлюсь с ароматами потому что цены очень не маленькие до хочется что-то взять и пользоваться чтобы это приносило удовольствие и связи с этим я теперь пробую все заранее и только потом приобретаю что-то уже конкретненько такое большое причем это ну если взять что это все-таки ниша причем молекулярная то наверное цена адекватная около 5000 выходит флакон его хватает лично мне на очень долго и принципе я считаю как подарок один рождение на новый год можно себе иногда позволить и сделать очень приятное это для тех кто ценит парфюмерию для кого это не просто каждый день как знаете какой-то минимальный такой как вот некоторый муж например он не заморачивается для него это знаете он любой может взять и нанести на себя вообще есть люди когда как мы с вами кто любит именно погрузиться в аромат разгадать его менять знакомиться ну давайте наверное откроем да и после того как я протестировала его в арома боксе потом мне попался на слепых затестах в игре восьмое чувство данный рандеву и потом еще одном арома боксе он у меня был по моему что-то комплементарные или соблазнительные что-то не помню какой-то бокс и я все-таки решила что этот флакончик должен быть в моей коллекции у меня из джульетты есть один аромат это вот такой аромат это аромат с малиной из он пудровые такое называется он это соточка но в этот раз я решила что 50 лет не хватит коробку это как уже была сам уже открывали аромат если вам интересно я поищу и ролик вставлю подсказочку я хочу себе еще приобрести либо супер доз либо не парфюм вот что-то еще между ними я познакомилась с ароматом супер доз вы увидите это следующем году уже ну а вот так это открывается здесь вот такая коробочка она как бы сказать не бархатная и даже не знаю что это за материал открывается она вот так и здесь вот такой очаровательный флакон мне он так нравится мне нравится что он прозрачных друзья мои я поняла что мне нравятся прозрачные флаконы мне нравится видеть жидкость во флаконе как она заканчивается здесь вот так это все делается достается и этот такой как фетровая она простовато но принципе удобно нормально вот такой флакончик если сравнить вот со . а это 50 миллилитров вы знаете очень красиво смотрится 50 миллилитров просто прелесть здесь градиент от темного такого мордового красному очень красивый флакончик я довольна я вообще поняла что я люблю красивые флакончики смотреть на них то есть конечно отливанты отливантами но и флакон для меня тоже имеет значение мне нравится его взять мне нравится чтобы была хорошая крышечка ух ты крышечка пищал очка для кого это имеет значение я только впервые слышу чтобы крышечка была такая пищал очка так ребят ну давайте я уже знаю кстати да у них такой длинное красивое распыление то то есть наносите и такая струйка идет ой как это красиво ребят если вы любите помадные направления этот аромат она называется lipstick fever помада заказ он у нас указан как пудровый древесный фиалковый фруктовый здесь многие сравнивают его почему-то с блеском на губ и некоторым здесь мерещится вишня здесь заявлено малина фиалка или спачули кедр и ваниль я когда когда были слепые за тесты сначала мне он пах очень сладкой ягодами и потом он ушел в такую пудрово-помадную историю такой слегка жирненькую если вы не любите помадные такие ароматы ну возможно это просто не ваша история для меня это исключительно женский аромат много интересно как нам заявлять про грантика но это никак не может быть для меня унисексом да он заявлен как аромат для женщин принадлежит группа цветочно-фруктовые это красивый аромат про красивую красную помаду да здесь даже как будто чувствуется знаете вот именно как пахнет помада я прямо хотела взять помаду мед под руку ни одной помады нет чтобы я прям понюхала и сравнила далеко идти это аромат косметички аромат одушки действительно помады вот этой жирненькая основа может быть почули здесь вот этот вот фиалка и ирис почему в нем слышат вишню я не знаю мне он никак вишня не пахнет это одна из прям моих таких хотелочек я когда-то думала что все таки будет будет у меня но может быть не первостепенно я не знаю почему взяла именно вот этот аромат сначала я хотела как кознать трофей что ли за то что я поучаствовала в игре мне тогда 5000 бонусов рандеву начислили за участие я не знаю почему я выбрала именно этот аромат а не этот хотя я именно его угадала хотела взять его не знаю здесь тоже заявлены нотки малины и здесь есть нотки малины и у меня помню в том году вот я малину хотела в ароматах вот сейчас вишня тогда малину надо было сразу брать вот такую сотку но в общем-то 50 миллилитров у меня есть про то что как за стойкость я вот носила его из пробника да не очень большая на нем стойкости в базе остается вот такая вот своеобразная как мускусная здесь мускуса не заявлено в пирамиде но я ощущаю здесь вот эту базу джулетт хэсэган но на место не настолько ядреной как в других ароматах потому что если вот допустим даже сравнить как-то в параллели да здесь вот тоже такая сладко-ванильная история здесь пудра как это гурманская пудра не уходовая для меня нет это больше такое что-то сладкое как больше конфет на это именно больше уходовая такая история больше косметическая и действительно помада да я планирую в следующем году снять помадную подборку изменяюсь у меня постоянно что-то чешется заметила в кадре я так где-то что-то чешу ну вот не знаю почему что-то так вот может быть какая-то я хочу снять помадную подборку ароматов у меня на самом деле их не так много но несколько ароматов есть поэтому мне такие направления нравится пудра помада это женственно это очень красиво и соблазнительно кстати пудровые ароматы я вам сейчас сделаю спойлер будет скоро видео на моем канале про пудровые ароматы моей коллекции ну и туда-сюда будет и про помадку друзья я буду собираться сегодня уже последний день навряд ли вы сегодня меня будете смотреть но вдруг кстати это видео выйдет не в 6 вечера а прямо с утра поэтому я думаю под чай кофе может туда режет салатик или отдыхает с корпоратива вы меня посмотрите ну и ребят я желаю вам конечно же в новом году забыть что все было плохое в старом году всякие итоги мы будем с вами проводить потом я не снимал никакие итоги никакие планы и все это будет у нас в следующий год будет лучше прежнего пусть все плохое останется там все новое будет лучше добрее чище ярче и все хорошего здоровья мира вашей семье благополучия хороших преданных друзей любимых людей рядом вашим детям ну и вашим близким соответственно всем пока всего самого-самого наилучшего